всем доброго утра hello банджур все собираемся все сейчас сейчас будем начинать так с добрым утром дорогие друзья шалом банджур hello hello можно вот такой сделать фончик сейчас получится да так всегда всем привет всем привет отлично да всем всем шалом шалом все итак мы продолжаем изучать перте вот продолжаем изучать перте вот значит сегодня у нас сегодня у нас 2 глава вы продолжаем сжать вторую главу и вмешно у нас следующее значит помните давайте восстановим восстановим чуть-чуть роман йоханан бен закай у него было 55 у него было учеников как мы знаем и он этим пяти ученикам задал вопрос какой путь самый хороший что к нему должен прилепиться человек они ему все ответили потом он спросил какой путь самый плохой от которого человек должен отделиться они ему все ответили и после этого он сказал что вот в двоих случаях он выбрал ответ больше всего рабе элязара бен араха в первом случае самый хороший путь это доброе сердце самый плохой путь это злое сердце и это как потому что это включало все и сейчас следующая мишна начинается словами эмам руш лошад варим они сказали три вещи значит приведется в этой в следующих мишнах в следующих мишнах будет рассказываться о том каждый из них говорил три главных вещи то есть это было их как бы такое жизненная кредо до жизненная кредо жизненный девиз три главных вещи они говорили три главных вещи понятное дело что они говорили больше вещей это были мудрецы торы которые каждый день выносили какие-то законодательные решения что можно что нельзя но это были их как бы ключевые по три высказывания которые прошли с нами перте вот записано уже более двух тысяч лет все мудрецы вот о которых здесь упоминается не как раз жили около двух тысяч лет назад значит и первые был раби лезер бен урканас который сказал нам три вещи он говорил так ей квот хаверха хавив элеха кэшелха пусть будет почет 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 твоего друга для тебя также важен как и твой это очень интересное такое замечание значит что он имел ввиду пусть будет почет твоего друга также важен тебе как твой почет у каждого человека есть есть некая внутри история о себе так всем шалом влад косов натали ратнер эта история начинается с того что человек говорит меня зовут и знает как его зовут называют каких-то два слова которые но которыми его называют и и так далее о максим привет из ирландии да так вот значит у каждого из нас есть история о себе и в этой истории каждый человек наделяет себя какими-то качествами и устанавливает правила как ко мне должны относиться другие люди это каждый человек кто-то считает меня надо уважать я умные все должны меня слушать кто-то считает я не знаю я сомневаюсь ну и так далее то есть каждый человек устанавливает некие правила и границы как как надо себя уважает да как другие должны к нему относиться есть известная история в каждой пуре мы читаем свиток эстер медилат эстер и там был аман аман был премьер-министр главный министр у царя хашвироша и царя хашвирош сказал что все должны аману кланяться то есть все кто видели амана падали ниц раньше этот вопрос уважения в древности он очень был рекламентирован знаете в индии например была каста неприкасаемых так даже тень нельзя было чтобы их падала до человека то есть настолько это считалось как бы вообще ужасным и вот значит в царях аж хашвирош сказал что все должны вот так вот поклоняться перед аманом а еврей мордыхай не хотел поклоняться и он не кланялся ему и аман который который увидел это он сказал ничего себе какой этот мордыхай такой вообще сволочь еврей но мне унизительно его одного убить это для меня не как бы не по моему уровню да сказал аман а я всех евреев уничтожу так он принял такое решение то есть вот это вот по моему уровню и он значит сделал так что ахашвирош ему разрешил уничтожить всех евреев но в итоге его повесили на виселице его самого теперь значит это уже как бы это называется больной человек это есть больной человек там была фраза такая он пришел домой а у него сыновья богатство он премьер-министр и он говорит своей жене и своим приближенным аман все это мне не в радость вот это все что у меня есть мне не в радость пока мисс мордыхай мне не поклонился и вот у него это было прям очень болезненно у каждого из нас есть какие-то свои правила и принципы уважает он меня не уважает но в то же самое время человек он как бы очень болезненно относится как к нему другие относятся да то есть он это болезненно воспринимает но сам он при этом может может других людей обижать потому что как он может их обижать например он не может просто не знать их правила кто-то знаете есть очень известная такая как ну фраза ключевая да там например в отношениях муж женой и муж что-то сделал не так жена говорит это значит что ты меня не любишь это значит что ты меня не уважаешь это значит то есть берут из любого поступка и можно из него расшифровать неуважение к себе понятно да идея так вот сказал нам рабе элиэзер бен урканас ей к вот хавер х пусть будет почет твоего друга его уважение для тебя также важно как свое и как ты очень придирчиво относишься чтобы тебя уважали также ты должен с уважением относиться и с вниманием к окружающим тебя людям в особенности к близким людям потому что очень часто люди с другими людьми с чужими они стараются быть в рамках приличия оказывать уважение а близким людям они перестают это делать значит второе что сказал рабе элиэзер бен урканас он сказал в альте и ноах ликос значит он сказал пусть будет почет ближнего также важен для тебя как твой и не будь легко гневающимся не будь гневающимся не будь раздражительным некоторые говорят что это вместе надо считать что эти два высказывания они как бы одно то есть начало высказывания пусть будет почет ближнего также важен тебе как твой и не быстро раздражайся не гневайся потому что кто сказал что другие люди должны делать то что ты хочешь только твой вот этот вот самоуважение которое тебя заставляет считать что ты как бы твое мнение оно важно и другие люди они должны его слушаться и тогда ты будешь легко гневаться потому что другие люди чаще всего не хотят слушать чужие мнения у каждого есть свое мнение каждый есть свои желания правила и так далее гневаться мы уже много говорили на эту тему гнев гнев очень запрещен торой написано что тот кто гневается в сердце внутри себя кто гневается да вот это раздражение внутреннее он как будто бы служит идолом объяснение здесь такое что каким идолом он служит своему эго то есть эго человека это его представление вот эти вот вот его набор историй и идеи это называется эго отсюда это слово эгоизм когда человек себе слишком доверяет своим идеям своим мыслям своим желанием и он все это крутит вокруг себя и когда эго когда твое желание твои слова они не выполняются в этот момент в этот момент возникает раздражение которое перерастает в гнев или обида возникает которая тоже это другая форма гнева так вот все это происходит из-за того что люди слишком самоуважают да то есть у них слишком они уважают свои идеи о том как должно быть и свои правила как должно быть и свои планы то есть человек который выстроил себе какой-то план а потом этот план не сбывается он этот момент раздражается и это называется служить идолом то есть служить своему эго потому что то что план не сбылся это фактическая реальность которую сделал бог а то что ты планировал себе или ты себе выдумал это твои выдумки и твои планы и в итоге получается что тот человек который слишком верит в свои идеи он все время раздражен и гневается потому что чаще всего таких людей не получается не складывается и они поэтому гневаются значит первая часть что он сказал пусть будет почет ближнего также для тебя важен как твой собственный то есть как минимум равно все люди имеют равные права делать не делать мнение высказывать не высказывать и второе не не будь вспыльчивым не гневайся дальше он сказал нам рабе лезер бен урканас он сказал в шуф йом и хат лифней метатеха метатеха да вернись сделай раскайся за день до смерти какой хороший совет значит а как откуда человек знает день своей смерти именно поэтому сказал нам рабе лезер бен урканас чтобы вернись за день до смерти жить надо так ожидать как бы чтобы если ты завтра уходишь на небо чтобы ты был к этому готов как говорил царь соломон что каждый день пусть будут твои одежды белыми что имеется ввиду когда человек думает а может а если мне завтра идти на небо уже то у него совершенно другой ракурс во всем он не будет по мелочам париться он будет больше соблюдать заповеди он будет совершенно по-другому относиться к жизни и он будет раскаиваться он будет раскаиваться за свои старые грехи и он поэтому готов каждый день к тому чтобы перейти на небо как был такой великий раввин рафшах и он был очень то есть такой был бескомпромиссный такой прямо очень сильный человек его спрашивали а ну вот откуда вас такая сила он там до умер ну или в 107 или 112 лет еще за сто лет он проводил уроки про то есть он был такой великий раввин так его спрашивали откуда у вас такая сила он говорит смотрите говорит меня здесь ничего вообще не держит я готов в любой момент уйти на небо в любой момент то есть меня я готов вот ничего меня здесь не держит у него ну материального у него ничего не было то есть он все что зарабатывал он отдавал на благотворительность и он жил только торой только заповедями только духовностью и об этом говорил рабе лезер бенурка нас строю был совет это шум раскайся за день до смерти и это в этих словах есть сразу две идеи первая идея раскаяние это в своих грехах и есть делать только заповеди и второе и второе это за день до смерти что никто не знает никто не знает день смерти поэтому нужно все время вот если бы я завтра умер как бы я себя вел так же вел бы или не так же чтобы я делал делал бы я то что сейчас делаю или не делал бы и третье что он сказал значит он сказал он говорит и грейся возле света мудрецов мудрецов торы грейся возле света мудрецов торы но будь осторожен от углей чтобы не обжечься значит что он имел ввиду так как человек так как человек он живет в мире своих мыслей да то есть каждый человек живет в мире постоянно у него в голове идет какой-то мыслительный процесс и он все время что-то думает о на прошлом думает о на будущем думает он какие-то планы строит то он обсуждает других людей дает им оценку и так далее то есть он живет все время в вихре вот этих вот своих каких-то мыслей и идеи и эти мысли и идеи они вот если спросить а как определить какие у человека мысли и идеи посмотрите на его жизнь его жизнь это следствие его мыслей и идеи если он не довольный значит у него плохие мысли и идеи если он довольный значит он что-то себе все время думает хорошее да если у него там со здоровьем хорошо значит его мысли о здоровье они привозят приводят его к здоровью ну и так далее Но откуда у человека берутся мысли в голове? Когда-то он их услышал. У человека нет ни одной своей мысли в голове вообще. То есть все, что есть у человека в голове, это пришло к нему извне. Пришло к нему от каких-то источников информации, большинство из которых он не помнит. Потому что это все начиналось в детстве. В детстве ему что-то говорили, говорили, закладывали, закладывали. В течение жизни у него накопилось какое-то количество мыслей. И потом они у него варятся в голове, варятся. И он периодически берет извне какие-то дополнительные идеи новые. Вот сейчас, например, мы вместе изучаем Бертиавод. И мы каждое утро 20 минут посвящаем тому, чтобы взять какие-то идеи из Торы, от мудрецов Торы, которые жили там тысячи лет назад. И это передавалось тысячи лет из поколения в поколение. И вот мы сейчас пытаемся каждый в меру своего желания и возможности взять эти мысли. Вот сейчас мы изучаем мысли Раби Элейзер бен Урканас. И вставить три его совета себе в эту мыслемешалку для того, чтобы эти советы Раби Элейзера бен Урканаса помогали принимать правильные решения. Понятно, да, идея? Что он что сказал нам? Давайте, уважать ближних и не гневаться. Шикарная идея. Если ее помнить, то дни будут проходить лучше, отношения с людьми будут лучше, настроение будет лучше. Вторая идея, которую он дал, это раскаиваться за день до смерти. Выстраивать свою жизнь так, чтобы в любой момент сказать, я готов идти на небо, все, я ничего не боюсь, у меня с заповедями все хорошо, грехи я не делал, я живу счастливой жизнью, мне ничего здесь не держит. Значит, дальше, и третья, он говорит, грейся возле огня, возле света. Ор, это свет. Мудрецов. То есть, все время, я помню, когда я учился в Израиле, я приезжал каждый день практически на уроке Равысках Зильбер, Зехраной Цедикли Враха, это был великий праведник, от которого реально шел свет. И, значит, вот приезжаешь к нему, прям от этого света послушаешь, послушаешь, и у тебя там на несколько дней хорошее состояние. Потом опять чуть-чуть падает состояние, опять к нему приезжаешь, бах, опять отличное состояние. Об этом сказал Раби Элезер Бен-Урканас, что грейся возле света мудрецов, но будь осторожен от углей, чтобы не сгореть. Опять же, здесь он нас предупредил, что когда ты с мудрецами общаешься, нужно знать, что их сила, сила их влияния, она невероятная. То есть, это через них идет божественный свет. И если ты начинаешь легкомысленно к этому относиться, то можешь обжечься, можешь обжечься. И дальше он объясняет, почему. Ти не шихатан, не шихат шуаль, что их укус, как укус лисицы, в атицатан, атицат акрав, и их укус, как укус скорпиона, в кольди вреем тигахалаяеш. И все их слова, как огненные, как огонь. Что имеется в виду? Смотрите, в Талмуде рассказывается, например, история, шли два мудреца по дороге и встретили третьего. И эти двое ему сказали какое-то приветствие, а он им сказал какое-то такое приветствие, которое было, ну там вообще, очень мудро, что-то он такое сказал невероятное. И написано, что они ему позавидовали и сказали, да, типа, конечно, ну, очень что-то они буквально сказали несколько слов, позавидовали. И он умер. Он умер. То есть, что имеется в виду? Когда человек мудрец, да, мудрец Торы, такой великий человек, он с Богом на контакте, то если в этот момент его там дернут, сказать и так далее, то есть его слова, его мысли, они оказывают невероятное влияние. Поэтому, поэтому, вот мы обсуждали буквально вчера в Синагодии, обсуждали одного человека, он такой, ну вот он невероятный праведник, великий раввин. Он совершенно, вот он все время сияет, веселый, все. У него там дети болеют, один сын умер, не дай бог, чтобы ни с ним такого не было. У него, если посмотреть внешне, вся его жизнь состоит из огромного количества страданий, которые обычный бы человек не выдержал бы, а он сияет, он все равно такой, да, на божественном свете. Почему, спрашивается, почему праведники страдают? Именно потому они страдают, что когда близко приближаешься к Богу, это тоже ты приближаешься как к свету, к огню, и там уже за каждое малейшее неправильное движение идет сразу же отдача. Сразу идет отдача. Понятно, да? Поэтому предупредил нас Раби Лезрабенуркана, чтобы когда вы приближаетесь к мудрецам, быть на расстоянии, оказывать большое уважение, то есть быть очень осторожными, так он сказал. То есть слушайте, учитесь, но тем не менее, вот быть надо осторожными и получая это знание, используя его, особенно когда речь идет, многие начинают учить там кабалу, всякие такие высокие вещи, они прям заходят куда-то в высшие сферы. Это вообще люди сходят с ума. Я очень много людей встречал, которые начинали учить кабалу, и у них просто сносило крыши. То есть они начинали слишком быстро вот к этому свету приближаться, и у них ломалось проводки, отходили там, у них нервная система ломалась, мировоззрение ломалось, голова ломалась, все. То есть нужно идти легко и постепенно. Все, давайте подведем итог. Первое, уважать ближнего как себя и не гневаться. Если кто-то как бы нарушает ваши вот эти вот представления о том, как должны вам оказывать кого-то, то лучше быть очень спокойными к этому. Да, все это выдуманная, все это выдуманная история. И я много раз встречал, как люди ломали себе судьбы вообще и жизни, когда идет кто-то, да, а другой ему там сделал замечание, все. А этот ему ответил, сделал замечание, типа, как ты меня что, не уважаешь? Подрались, один другого убил, тот того покалечил, этот в больнице, этот в тюрьме, все. А что было? Ну, два важных таких встретились, знаете, как козлы на горной дороге, и каждый в своей важности умерился, да? Ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. Второе, что он сказал еще раз, это раскаяние за день до смерти, то есть никто не знает. Есть очень много случаев вокруг каждого из нас, когда люди жили-жили, оп, и ушли. И это когда-нибудь оно произойдет по-любому с каждым из нас, но жить нужно так, как будто бы ты готов к этому сделать это завтра. И третье, это больше приближаться к мудрецам, заполнять свою голову не телевизионными СМИ, не всяким бредом, который пустой и, ну, бесполезный, а именно заполнять свою голову божественным светом, который идет от мудрецов. Слава Богу, мы сейчас можем через интернет слушать любые уроки Торы, можем слушать слова мудрости от святых людей, и это то, что нам посоветовал Раби Лезер Бен-Урканес. Все, напишите, пожалуйста, свои три вывода. Какие вы для себя делаете выводы после этого урока? Что вы для себя полезного узнали, вытащили и так далее. И вот зафиксируйте для себя вот эти свои выводы и делитесь этим своим божественным светом дальше. Все, удачи, успехов, всем хорошей недели. Пока.